так у меня подогревается уже до 80 градусов нагрелась сыворотка халуми достаю чего же я здесь мудрю да всегда у меня же вот такие вот куски она выходит легко так не надо долбить а здесь вот этот вот рисунчик листик с перфорацией он должен если его сыром вместе не вытащить то потом его очень трудно достать так это постирать пока чтобы не мешалось и вот мою халуми датами так делает но нет конечно так я во первых никогда не делала такими вот да маленькими ну как положено как бы классическая форма она по 300 грамм до идет вот эта тарелочка чего тарелочка для тех кто не знает ну делается форме форме тарелочки форме круга и потом и складывается пополам нам ты чего 300 грамм не делать поэтому я я делала раньше в разных формах можно а потом думаю зачем я так буду делать ну зачем я буду тратить не тратить не знаю пачкать тут не то что пачкать помыть не жалко зачем для чего я делаю все это в одной форме потом я разрезаю на эти два круга да они все равно получаются толстые так сколько там градусов там было 80 сейчас еще немножко хотя бы градусов 3 подождать так пока мы можем пока можем намешать с мятой я как всегда делаю один смятой и один с паприкой раньше делал только смятает меня покупательница сподвигать что только она не выдумывает я показывала вот она мне сказала сделаем с паприкой я буду давать паприкой еще у меня вот эти кусочки перчиков она давай вот потом она придумала есть захотелось томатной пастой с томатами я зачем тебе с томатной пастой ну прям грех говорю пользоваться томатной пастой в тот период когда полно домашних помидоров да я сама сделала эту томатную штучку нарезала помидоров прожарила пропарила их в влагу выпарила оттуда и получилось только вот такая густая своя томатная паста из своих помидорчиков вот эти теперь я и делаю теперь я и делаю с паприкой даст паприкой с паприкой это уже постоянно постоянно мяты сыплю щедро хотя слышала всегда такие рекомендации такие рецепты мяты немножечко мяты смотрите не переборщите ничего мята вообще никогда жизни не помешает а только лучше будет когда она попадается когда уже сыр жареный это вообще сделала не видно да с мяткой так ну все бросаем то что она погнулась это не страшно здесь не видно да об этот поддон еще немножко подожду и потом когда у меня сыр плавится там плавится как бы он находится в этой горячей сыворотки я никогда не держу там не 20 не 30 не 40 минут не час как в разных рецептах господи зачем это надо я не знаю минут 15 все достаточно и все достаю бросаю туда в сыворотку прям вот две эти сразу половинки одна на одну там потом пройдет ну половина вот этого времени да вот так вот переворачиваю а потом уже и достаю и вот так мы одним разом делаем получается эта штука на килограмм чем-то и 2 на килограмм чем-то и вот как мы одним разом в одной форме в одной кастрюле все это делаем а потом а потом уже я нарезаю клиентам сколько нужно по грамму я пробовала спрашивала может вам сделать там сколько вот они хотят 300 грамм до 400 500 может вам сделать вот этой форме именно вот по столько грамм делала потому что клиентам все равно зачем как какая разница я отрезаю от большого куска пошли 15 минут ждем сейчас как раз все приедут поедят я им все таки сделаю и потом пойдем доить до мыть не буду потому что сейчас уже скоро будем одну штуку в одну другую в другой вот а вот 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 доставала неудобно вся плита заставлена и обручку как раз на кастрюле ручка и поддон хотела перекинуть и провала обручку сейчас спрячем во внутренне бог разобрал 1 так мажем так как мне что будет бог спрятать заклеить его пока горячий пока горячий заклеим такой толстенький плотненький и паприки такой молотый сыплю и говорила как мне понравилось вот такие вот это перчики сладкие мой аромат конечно это ну вообще прям что-то что-то не хватает мне вечно подсыпали еще так мят убираем так и Эта сталь. Нет, все-таки они тяжелые, сейчас выход сыра больше, и прямо я их под тяжестью, шумокрой рву. Ладно, там рваную ссору, нужно просто вовнутрь березу, все спрячем. Так. Ну нет, ничего, она и склеилась, чтобы ловкой там прорезается прям. Он же очень тяжелый, и вот так я его захватываю, и вот этой вот частью он как раз врезается. Ничего. Так, ну что, с какой стороны тут красивее будет, а? Так. Ой, посмотрите. Мне одни покупали недавно, ну как бы сами не знали, говорит, а если чесноком? Я говорю, слушайте, вы возьмите себе, а взял и с мятой, и с паприкой. Я говорю, возьми себе кусочек там, намашь где-нибудь чесноком. Если понравится, я все своим домашним чесноком сделаю, да? А так как бы, они говорят, а что получится, если чесноком? Я говорю, вот это вот я не знаю, что получится. А по идее, потому мы это солим, сыпем приправками, да, это же вкусно. Я думаю, по идее, и чесночком оно будет классно. Вот, но это надо пробовать же. Опа, вот такие красавчики. Опа. Паприку жалко, когда она усыпается вся. Не паприка, а теперь перчики, кусочки. Думала, много насыпала. Ничего, думала, много насыпала. Ничего, нормально. Добавил, тоже угол как прорвала. Угол эти, а? Ну ладно. Так, там надо поставить еще, долить и подогреть для рекотки. Я вот здесь прям вообще порвала, видите, шумовкой. Круто прям вообще. Ну ладно, я вот эти уголочки там, что-то какие-то. И тут прям вообще классный такой, да, пухленький. Этот я побольше размяла. Вот. Если какие-то там некрасивые места, я срезаю и себе всегда. И сама доедаю. Ничего. Красота, правда же. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Так, каждый, это же все, это же все так вкусно, каждый этот кусочек. Это же вкуснятенько. Как красиво. До свидания. Так. Продолжение следует...